А я рада представить вам настоящих мужчин! Это Андрей Савчук, Максим Земсков, Вячеслав Бугаев, Тимофей Федоров. Это воспитанники хоккейной команды «Полярные волки». А вместе с ним Яков Сандаков, старший тренер Республики по хоккею. Доброе утро! Друзья, вы недавно весьма успешно съездили на турнир в Читу «Кубок надежды». Расскажите, с какими успехами вы вернулись домой, Яков? Ну, мы приехали со вторым местом. Участвовало 8 команд. Команды из Благовещенска, Новогурейска, Иркутска, Читы, Нерюнгри. И вот из 8 команд мы заняли второе место. А первое место кому досталось? Первое место заняла команда Чита, первый состав. Мы последнюю игру финальную с ними играли, проиграли 2-1. За 10 секунд до конца пропустили, проиграли. Плакали, нет? Андрей? Максим? Ну, бывало такое тоже, что... Обидно было? Ну да, мы расстраивались, но мы все равно не обижались. Хоть второе место. А вообще, вот Максим, как ты думаешь, кто был самый главный соперник в вашей команде? Самый главный, это Чита Кулокин. А ты откуда вот они были, хоккеисты? Чита, да, наверное? Которая досталась как раз первое место. Яков, ну, мальчики маленькие, малыши совсем. Сколько им лета? Все им по 8, кому-то еще 7. Они учатся во втором классе, да? Учатся во втором классе, да. Все дети у нас, все игроки команды «Полярные волки-2010» учатся в специализированном спортивном классе. В прошлом году первый в Якутии открыли, благодаря поддержке 23-й школы, школы хоккея и родителей, открыли первый в Якутии спортивный специализированный класс, который состоит только из игроков команды «Полярные волки-2010». Здесь 25 детей. И они все хоккеисты? Все хоккеисты. Мальчики, ну вот в вашем классе получается только одни мальчики, а девочек-то вам не хватает? Может, скучно без них? Тимофей, как вы думаете? Ну, мальчиках у нас больше, но девочек у нас... А с кем встречаться вот с девочками? Вот как быть в этом случае? На переменках, да? Не, у нас нет девочек. Мы же спорт, классик. А, только спорт. Слава, скажи, пожалуйста, а как зовут вашу учительницу? Елена Александровна. Передайте, пожалуйста, микрофончик, Слава. Ага, не слышно. Кажется, вот рассказывай про учительницу. Елена Александровна зовут нашу учительницу. Добрая она? Очень. Очень добрая, да? Но она вас не ругает за то, что вот вы такие спортсмены. Вообще, что вам лучше дается, спорт или математика? Ну, и то, и то нам легко дается. Ага, а что больше нравится? Мне больше нравится хоккей. Хоккей. Яков, скажите, пожалуйста, какие у вас планы? Куда вы собираетесь в ближайшее время поехать? Кого победить? В конце декабря будет очень крупный турнир в Новосибирске. Там будут такие команды, как Динамо Москва, Магнитогорский Металлург, Адмирал Владивосток. И вот нас туда пригласили. Восемь команд будет, вот туда поедем. Сейчас будем готовиться к этому турниру. А вообще, как можно попасть в команду «Полярные волки»? Всех ли мальчишек вы набираете? Да, набор у нас круглогодичный. Детей с 4 лет набираем. Берем всех. Всех берете? Всех берем. Это отличная новость. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что рано проснулись сегодня. Пришли к нам в студию, поделились такой замечательной новостью. Приходите к нам чаще. Я желаю вам удачи. Обязательно побеждайте. Второе место, на самом деле, это тоже очень хорошо. Так что плакать не надо. Хорошо учитесь, любите математику, не только спорт. Дорогие друзья, я на этом с вами прощаюсь. Продолжение следует.